В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Основным нарушителем в предвыборной агитации в Одессе является действующий мэр города Геннадий Труханов. Именно он занимается подкупом избирателей, используя административные ресурсы и деньги с городского бюджета Одессы. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили представители комитета избирателей Украины Анастасия Матвиенко и Анатолий Бойко. Больше 13 миллионов гривен было выделено в сентябре, хотя соответствующие изменения в городскую целевую программу были внесены еще в июле из бюджета Одессы на так называемую материальную помощь. По сути, это подкуп малоимущих граждан, которым разносили защитные маски и наборы лекарств вместе с предвыборной агитацией мэрской партии «Доверяй делам». 95 тысяч одесситов получили такую помощь, что по сути является использованием административного ресурса, уверены в Кио. В Сахаре, известно, что не містить прямых знак передвыборчо-агитацией, проте мы оцениваем сукупно одразу все знаки. Это масштабные изменения до бюджета безусловно перед стартом выборчих перегоней. Початок действия таких заходов безусловно, когда уже началось высушение и регистрация кандидатов. Информование про особенную роль міського головы, который также является кандидатом, в надене такой материальной помощи. В Одесском городском электротранспорте вводят электронный билет. История длиною в несколько лет из-за нерасторопности городской власти наконец вышла на финишную прямую. Правда, онлайн-оплата будет доступна не ранее, чем через несколько недель, а презентацию провели уже, чтобы успеть до выборов. Подробности в нашем сюжете. Электронный билет ведут как дополнительный сервис, конечно же, не отменяя наличную оплату. Он будет доступен в специальном приложении в Апсторе и Плеймаркете. Оплатить проездной документ можно будет банковской карточкой, привязанной к приложению, либо же через терминал. Кондуктор или водитель смогут сканировать билет через экран телефона с помощью специальных устройств – ручных Bluetooth-терминалов. Это будет устроено в транспорте. Появится внизу еще одна вкладка «Оплатить». Туда вы сможете добавить свою банковскую карточку или использоваться Google Pay или Apple Pay, как вам удобнее. Сохранить свои особости данные. Мы на них никак не понимаем, на каких планах. После этого вы сможете покупать разовые проездные билеты, все проездные билеты, которые сейчас существуют в городе Электротранс. Единственное, что проездные будут многоразовые доступны, только когда мы оборудуем уже все транспортные средства. История с введением электронного билета длится уже несколько лет. Из-за потрясающей нерасторопности городской власти, а может и мотивированных действий, проект никак не удавалось реализовать. В прошлом году появился так называемый инвестор – компания «Герц», через которую проходят коммунальные платежи. Она за реализацию проекта «Городская карта» потребовала сначала около 10% выручки за проезд на протяжении 12 лет, потом на 1% снизила свои аппетиты, но сумма все равно выглядела внушительной. Например, на фоне харьковской ситуации, где инвестор согласился на 6,5%. После серии скандалов с коррупционным душком, мэрии пришлось отказаться от услуг «Герца». Теперь к реализации проекта приступят компании «Транспорт» и «Изи Пэй». Они у города якобы денег не требуют, но со следующего года введут комиссию для клиентов. Два месяца гарантированно никаких комиссий, не будет дополнительных каких-то платежей. Но партнеры, во-первых, у них другая модель монетизации. Во-первых, они получают клиентов, которые пользуются приложениями, и дальше они могут через это приложение продавать рекламу и так далее. Во-вторых, мы говорим, если разовый проезд, то пока мы не будем никаких комиссий вводить. А если говорить о проездных документах, там какая-то небольшая комиссия будет. То есть небольшая комиссия, скажем, 2-3-5%. Предварительное тестирование системы и комплектация всех вагонов городского электротранспорта займет несколько недель. Однако чиновники и мэр поспешили провести презентацию системы безналичной оплаты поскорее, успеть до выборов. При этом руководство муниципалитета практически не причастно к реализации проекта, ведь все делают частники за свой счет. Но перед выборами плохого пиара не бывает. Осталось лишь понять, когда город собирается хотя бы провести обучение сотрудников своего коммунального предприятия, как работать с новой системой оплаты за проезд. Отметим также, что городское ноу-хау не имеет ничего общего с аналогичными системами в европейских городах, где можно приобрести билеты на час, два или на три дня, причем на все виды муниципального транспорта без исключения, как в Европе в Одессе пока не будет. Константин Гречан и Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Одесские правоохранители задержали двух мужчин за вооруженное нападение на таксиста. Получив вызов, мужчина забрал пассажира в киевском районе Одессы и повез за пределы города. По дороге тот попросил остановиться, чтобы подобрать своего товарища. На трассе Одесса-Черноморск один из пассажиров приставил в сторону водителя пистолет и сказал отдать телефон и деньги, но для злоумышленников этого оказалось мало. Мужчины завладели ключами от автомобиля и заставили таксиста пересесть на заднее сиденье. По их требованию за возвращение авто, мужчина в течение двух недель должен был уплатить 2000 долларов. Первыми об исчезновении мужчины тревогу забили родственники, которые обратились в полицию. Те, в свою очередь, оперативно установили местонахождение таксиста и его автомобиля. В тот же день были задержаны подозреваемые преступлениями. Оказались 20-летний Одессит и 22-летний житель Аведиопольского района. Оба они уже имели криминальный опыт. Данные предметы им угрожали, то есть все равно с второго на третье. Их действия квалификуются сразу за четырьмя статьями Криминального кодекса Украины. Разбий, незаконное завладение автотранспортом, вымогание и незаконное избавление воли. Досудовое расследование продолжает. На углу улиц Серова и Раскидайловская не разминулись Тойота, Раф и Ниссан. По словам очевидцев, водитель Тойоты не пропустил Ниссан, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Не обошлось без помощи МЧСников. Водитель Ниссана был заблокирован в автомобиле, поэтому спасателям пришлось его освобождать. Он и его несовершеннолетняя дочь получили травмы. Их обоих сразу госпитализировали. Хорошие, крутые, стильные, но незаконные. Патрульная полиция начала рейд против так называемых 3D-номеров. Машин с ними становится все больше, водители не останавливают. Ни цена, почти в три раза дороже обычных, ни штрафы, говорят в полиции. Там же напоминают, что новинка противоречит гостандартам автономеров, как по материалу изготовления, так и по шрифту. Кстати, предупреждение за такое нарушение не предусмотрено, а сразу наказывают гривной. В разе первого порушения – 170 гривен. В разе порушения протягом року – это уже 255 гривен штраф или громадские работы. Это порушение рассматривается в суде. Кроме того, 3D-номера – это проблема для полиции. Они не фиксируются техническими средствами и нарушители уходят от ответственности. Эти номерные знаки не считаются базами под час руху автивок. А также в Одессе пока еще нет. А в разе порушения швидкоснового режима в других местах нашей Украины, также не завжди камеры могут считывать эти номерные знаки. Сами же водители свой выбор в пользу 3D. Аксессуары объясняют по-разному. Кто-то для красоты, кто-то уверяет, что попал в неловкую ситуацию из-за непогоды. Короче, номера снесли. Ливень снес. Заказал номера, оказались 3D. Но вынужденно зацепил. Что делать? Попал. Наше правительство допускает халатность определенных структур. А такие невинные граждане, как мы, ведемся, покупаем, ставим номера. Нас провоцируют. И мы сейчас вынуждены должны оплачивать штраф и менять. В полиции напоминают, что номерные знаки госстандарта выдают только в сервисных центрах МВД. Все другие модификации и варианты, произведенные самостоятельно или приобретенные у частной структуры, незаконны. За последние сутки в Одесской области зафиксировали 292 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее количество инфицированных в области с начала пандемии составляет 15 021 человек. В Министерстве здравоохранения отмечают Одесская область среди лидеров по количеству летальных исходов 8 за сутки. Отныне количество смертей от COVID-19 составляет 226. Коронавирусную инфекцию удалось побороть трем жителям области. Напомним, что на борьбу с пандемией город потратил уже почти 300 миллионов гривен. В то же время волонтер Катерина Ножевникова сообщает, что в одесских больницах заканчиваются свободные койки для больных коронавирусной инфекцией. Спецтехника уже на месте. Несмотря на все протесты местных жителей, подготовительные работы в сквере на Королево набирают обороты. На месте единственной зеленой территории в этом районе хотят построить детский центр, который не факт, что не превратится в высотку. Подробности в нашем сюжете. Единственную зеленую зону в Киевском районе хотят застроить. По словам активистов, детский центр, который здесь обещают, может превратиться в высотку или торговый центр. Масштабное строительство нельзя допустить, уверены защитники сквера. Мы увидели информацию о том, что на этом месте планируется застройка детского развлекательного центра. Мы переговорили с местными жителями, мы переговорили с главой инициативной группы. Жители категорически против. Почему? Потому что у нас в городе нередки случаи, где под видом укрепления того же склона вырастают высотки. Люди боятся. Это действительно единственная зеленая зона в этой округе, в этом микрорайоне. Ближайший парк – это, считайте, 411 батарея. Несколько дней назад техника уже заехала на зеленую территорию. Работы шли полным ходом. Местные жители молчать не стали. В воскресенье вышли на мирный протест и начали активно собирать подписи против строительства какого-либо здания в этом сквере. Недовольных одесситов оказалось немало. За пару дней петицию подписали более тысячи жителей. У нас в воскресенье был митинг здесь мирный, на котором большинство людей высказалось за то, чтобы здесь строения не было вообще. Это парк. Здесь лучше всего обустроить какую-то зону отдыха. Либо фонтанчик со скамейками, либо даже ту же детскую волейбольную площадку. Это уже не первая битва за зеленую территорию, которая, кстати, единственная в этом районе. Пару лет назад на этом же месте хотели построить свечку. Потом торговый центр, в этот раз обещают детский центр. Потому что на территории киевского нашего района это единственная зеленая зона, единственный сквер. И где можно погулять с детками, просто прийти, выйти. И если его собираются застраивать, то где мы будем гулять? То есть мы против этого всего. Реально нормальное, посмотрите, нормальное у нас здесь покрытие. Зачем здесь плитка, если детки катаются на самокатах, на велосипедах и на роликах? Они на роликах здесь просто убьются. Застройка идет слишком быстро, скорее так. И активисты собирались, все подписывали против застройки, против торгового центра или детского центра. Но все равно он будет с элементами торговли, парковок и прочего. Активисты готовят заявления в прокуратуру, в правоохранительные органы, а также в суд. По их словам, такие действия без разрешения местных жителей незаконные. Мы сейчас готовим обращение в суд на отмену градостроительных условий, так как мы считаем их незаконными. Одесситы не раз спасали этот сквер от недоброжелателей. Даже под спецтехнику ложили, чтобы работы не начались. Но в этот раз жители надеются, что к такому не дойдет и все решат цивилизованными методами. Репортер продолжает следить за развитием событий. Украинская морская партия Сергея Кивалова объединяет специалистов высочайшего класса во всех жизненно важных сферах. Политическая сила готова сплоченной командой зайти на все уровни власти и полностью взять на себя ответственность за решение проблем, которые накапливались десятилетиями. Сегодня Украинская морская партия избрала руководство от полицилы в Суворовском районе. Выбор кандидата на эту значимую должность поддержали единогласно. О главных проблемах Суворовского района, а также о возможных путях их решения у представителей Украинской морской партии узнавала наша съемочная группа. Украинская морская партия провела конференцию в Суворовском районе и поддержала выдвижение руководителя от полицилы в этой части города. Решение было принято единогласно. Городской и областной советы, объединенные громады и районные советы. Лидер партии Сергей Кивалов твердо уверен в том, что Украинскую морскую партию представляют достойные кандидаты, которые не понаслышке знают о главных проблемах города. Я благодарен всем жителям нашего города, особенно Суворовскому району, что они поддержали меня как кандидата в мэры города. По мнению лидера полицилы, представлять партию в городах, селах и районных центрах должны люди, которые живут в этих населенных пунктах. Представительство от партии в Суворовском районе Сергей Кивалов доверил предпринимателю Юрию Зеленому, профессионалу морской отрасли. Политическая сила твердо стоит на позиции возрождения морехозяйственного комплекса нашей страны. В Украинской морской партии есть специалисты, портовики со стажем и знаниями, которые готовы поднимать отрасль сруи. Как ни странно, большинство жителей именно Суворовского района имеет отношение к морехозяйственному комплексу. И многие работают и сегодня в портах, и в Одесском порту, и в Южном порту, и в Ильичевском порту. Это важно, чтобы мы поддерживали эту отрасль. Украинская морская партия – это партия создателей, это партия строителей, строителей в прямом и во всех смыслах этого слова. Имея такое море, имея такие порты, мы не имеем собственного флота. Это очень обидно, и одно из направлений, и программа морской партии – как раз воссоздать в Украине свой настоящий морской флот. Я в прошлом моряк дальнего плавания, я еще работал в нашем Черноморском морском пароходстве. Я помню, как это было, и я вижу, как это есть на сегодняшний день. Ранее представитель Украинской морской партии открыл общественную приемную, где жители района бесплатно получают юридические консультации и проходят тестирование на коронавирус. Кроме того, на базе офиса открыты компьютерные курсы для пожилых людей и детей. Таких приемных в Суворовском районе уже две. Обе успешно функционируют, помогая деситам в решении их вопросов. Украинская морская партия помогает в решении вопросов, которые связаны и с банками, и с судами. Каждый четверг приезжают к нам юристы, дают консультации людям. Сегодня Одесса нуждается в лидере, который будет благоустраивать Одессу. Все те проекты, которые есть у нас в программе и с которыми мы идем на выборы, они все уже либо функционируют не один год и будут внедряться, функционировать дальше, то есть усовершенствоваться. Также во время конференции пополнились ряды политсилы. Молодые специалисты, люди, которые хотят жить в Одессе и возрождать ее, присоединились к Украинской морской партии. За активной молодежью будущее, уверен Сергей Кивалов, человек, построивший два вуза и школу. Мы создали национальный университет юридической академии. С нуля, за годы независимости, ни один вуз не был создан и так не развивался, как наш. Говорят, это частный. Нет, это государственное высшее учебное заведение. Начинали с нуля, сегодня 15 тысяч студентов. Мы создали международный гуманитарный университет. Мы любим свой город и развиваем его. Суворовский район наибольший в Одессе. Здесь проживают более 300 тысяч человек. Чем больше район, тем серьезнее у него инфраструктурные проблемы. Нынешняя городская власть получила от суворовцев весомый кредит доверия на предыдущих выборах в Горсовет. Однако он не был оправдан. Суворовский район по-прежнему задыхается в пробках. Вместо школ и детских садов здесь появляются лишь очередные высотки. В Украинской морской партии Сергея Кивалова уверены, время эффективных перемен уже пришло. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова